Стоит пережить в августе. Не установлено, как они веселились до нашего пришествия. Но, вне всякого сомнения, ничего подобного в истории этого населённого пункта не происходило. Частный сектор способен принять не более двух тысяч счастливчиков, которые приедут первыми. Можно жить и в палатке на три уголя в специально отрелённом месте. Ближайшие населённые пункты, судак, новый свет, морское. Там всё в порядке. Отели, пансионаты, квартиры, набережная, рестораны, караоке. Всё остальное в весёлом. На побережье. Государственная структура. Президент Никита Маршунов. Премьер-министр Денис Ордин. Министр звука Алексей Зубов. Министр иностранных дел Николай Асписов. Министр пляжного хозяйства и хорошего настроения. Горисов. Горисов. С этими вещами. Ладно, давай работайте. Улыбочку. Наконец-то вы встретили замученного уставшего президента республики Казантина Никиту. Никита, как вообще в этом году? Чем отличается от того, что изменилось, почему вы в другое место? По-моему, моё мнение не столь важно. Этот вопрос следует задать каждому, кто сюда приехал, наверное. У меня есть работа. Какое у меня может быть настроение? Проблем много-то вообще или всё нормально? Хорошо всё идёт? Проблем всегда бывает много. Как бы государственная структура, она требует определённых усилий. А будут ли в этом году какие-то министры там всякие, как раньше или нет? Что значит какие-то министры? Министры есть, конечно же. А почему не заявлено это? Ну как не заявлено? Нет, ты невнимательно следишь за информацией. У меня есть кадровые перестановки определённые. Скорее всего, подаст в отставку премьер-министр. Он не справляется с своими обязанностями. Хорошую карьеру сделал министр пляжного хозяйства Гаррисон. Он получил очередной портфель министра круговой обороны. Он сейчас мне очень сильно помогает. Ну а как тебе это новое место, аж весёлое само? Море там, не знаю. Ты хоть отдыхаешь, хоть купаешь, у тебя времени нет вообще на это. Я купался один раз. Когда приехал, сразу вылез из машины, я искупался. После этого времени не было. Потому что, ну не знаю, как тебе объяснить. Вот эту сцену, или Белый дом, как угодно можно называть, мы построили за 19 рабочих дней силами семи человек. Ну и я сам непосредственно участие принимал в этом. Ты сам строил вообще, да? Камни закладывал, да, вот так вот? Нет, я владею всеми профессиями. У меня был такой период в жизни, когда я многому научился. Я умею строить. Я лучший строитель сцен, если кто не знает. Очень приятно. А скажи, что бы ты пожелал тем, кто сейчас здесь вообще? Ну, кроме веселья, вообще, что-нибудь еще можно пожелать, кроме этого? Ты знаешь, мне кажется, что они... Им будет что вспоминать долгими зимними вечерами и в старости рассказывать своим внукам. Что им еще пожелать? Они сделали правильный выбор. Они оказались в нужное время, в нужном месте. И я уверен, что это каким-то образом повлияет на их дальнейшую судьбу. Никита, улыбнись, пожалуйста, такой замученный. Пожалуйста, для нас. Хорошо, все, в другом ритме работаем. Все, давайте. Что я должен делать? Вы хотите из меня Бивиса с баскетом сделать? Просто, просто... Это мое обычное состояние, на самом деле. Да? Вот, у меня две крайности, кто знает меня хорошо, либо какое-то выражение лица, которое выдает во мне какую-то заботчинность или какую-то усталость, еще что-то, это неправда. Замучили тебя все они, да? Замучили тебя. Ты знаешь, у меня... Диджея замучили. Не только диджея. У меня странная миссия. Ко мне люди обращаются только с проблемами, вопросами. И, естественно, очень редко с какими-то комплиментами или еще чем-то. Я к этому привык. Я чувствую себя иногда старшим пионер-вожатым. Очень странно. Ну, а что тебя питает? Скажи уже на последнее. Что тебя питает? Что тебе дает силы вообще бороться с этим? Вот, кстати, мне шпаргалки подсовывают. Я знаю все наизу. Зачем мне это нужно? В голове! Да, я понял, да. У тебя в голове менталитет? Неужели это так ужасно? Новый менталитет? Да, об этом можно отдельно говорить, конечно. Мало кто знает, на какие деньги существует республика Казантиб. На самом деле мы обладаем единственным в мире месторождением Head & Shoulders Mentals. Это основной ресурс нашего государства. И это позволяет нам жить, развиваться, устраивать такие праздники. Это единственная республика, где люди отдыхают с утра до ночи. Это, как будем сказать, в некоторой степени, наверное, утопия. Так нельзя жить вечно. Но три недели в году это может позволить себе каждый. Последний вопрос проблемный. Почему не раздают жвачки и презервативы, и там менталовские все эти штуки? Почему не раздают людям на пляжах? Ой, у меня... Чемоданы какие-то в поезде везли, там куча всего. Это вопрос к начальнику транспортного цеха, скорее. Почему до сих пор не доставлен груз? Будет, будет вообще, будет. Конечно же, в пути огромные трейлеры гуманитарной помощи гражданам республики Казантиб. Вот со дня на день мы начнем активную помощь гражданам. То есть можно будет пользоваться и тем, и другим, да? И третьим тоже. А что, в республике Казантиб жить? А у тебя что, больше нет вопросов? Я устала уже, если честно. У меня сил уже нет. У тебя нет вопросов. У меня нет вопросов, можно говорить. У меня нет вопросов? Субтитры сделал DimaTorzok